Привет! Ещё не надоело играть на посредственных серверах? Приглашаю тебя на сервер MinoriRP. Тут ты найдёшь приятное комьюнити, разнообразные профессии, уникальную карту, отзывчивую администрацию, приятный интерфейс и много, много всего нового. А также для всех новых игроков действует промокод на 1000 рублей. Присоединяйся к нам, тебе понравится. Где ты, утырок, вонючий ментовской? Кто из вас меня шокером ударил? Кто меня шокером ударил? Пост? Здорово. Сделала новая жалоба. Вам охранник не нужен. А я охранник не нужен. Рация, рация, бакеры! Стоять, ковбой! Сюда, к стене. Что-то на моей территории делаешь. К стене! Это что-то на моей территории нахуй делаешь, что я разрешил сюда пройти. К стене, раз. Я в гаде, кто тебя разрешил ко мне подойти. К стене, три, неподчинение. Вики, я, конечно, понимаю, у тебя будет смот, и ты пытаешься пародировать скрипачу, но он вчера играл. А прям на полном середине у него ролик здесь будет. Я у него жалобы разбирал. Скрипач на сироке был вчера. Пиздец, он, блядь, всем до сих пор бегает, рассказывает об этом, он ебаный, блядь. Я думаю, что это... Нет, это не скрипач, это пародия. Он другой голос был уйти. Ну, если миллион заплатили, блядь. Это были итоги обычных РП будни, где я просто подавал жалобы на нарушителей и хотел, чтобы их наказывали администраторы, как и в прошлом видео. Но по закону подлости, мне почти на каждой жалобе подкидывало этого недочеловека справа, который либо админам поблизости рассказывал, что это я снимаю видео, либо игрокам, на которых я пожаловался. После чего было принято решение зайти на следующий день, но уже замаскироваться под женский аккаунт, сделать около женский голос и писать в чат с окончанием А в каких-то глаголах типа «не сделал, а сделала» и так далее. Результат не заставил себя ждать. Это сработало стопроцентно так, как мне и нужно было. Я его связала. А, ты связала? Ты девочка? Извини, пожалуйста. Он не подчинялся требованиям. Нормально, притворяемся. Эти не поверили. Эти подумали, что я не скрипач. Нормально. Не подчинялся требованиям. Как ты в моей квартире? Как ты в моей квартире оказалась? Паркур. Ты просто на честном солнце назад. Паркурила и нахуй ставишь на чём. Тяните почками. Можете поадекватнее разговаривать? Я увидела. Неусловно употребляя матом. Просто так агрессивно это сказали. И нейтрализовала. Ты не подчинялся вооруженному боссу. Монолитовицу. Вы признаёте нарушение? Да. Я хотел спиднуть вообще. Монолитовицу, у вас нарушение ФРРП получается. Вики, бан, утку, прощение. Хорошо. Бан. 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 Бан, блядь. Помимо этого, легенда этого аккаунта состоит из того, что здесь есть спецдонат. И именно самая высшая привилегия администратора, которая скрыта под донатного модератора. Также на этом аккаунте можно разбирать свои жалобы. То есть ситуации, в которых вы принимали участие, вы можете взять нарушителя из этой ситуации и выдать ему наказание, либо попросить его, чтобы он сам себе выдал. Но правила, а точнее тот, кто их редактировал, немножечко хуй забил на то, как они устроены. И сегодня я вам покажу, как можно буквально молча развести долбоебов на нарушение, которые думают, что если вот ты зашёл видео снимать, то у тебя определённый есть интерес с кем-то просто так пособачиться, пообзывать друг друга. Небольшая предыстория. Нас берёт челик возле цемента в заложники и требует с нас выкуп. В ходе всего этого действия он нарушает Нон-РП, называя меня по имени, при условии того, что он меня видит вообще впервые. Далее я ему объясняю, что он нарушил Нон-РП в этом плане и прошу его выдать себе наказание, на что он отвечает нет. То есть отказывается выдавать себе наказание по просьбе администратора, который разбирал эту ситуацию и он уходит. Но назвал по имени Нон-РП. Выдай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но у меня тоже умеет. А там пополнение саджики в кеф-кафе. Кеф-кафе. Там по пополнению саджики что-то дается. Вернул себя, а я его не отпускал. Это Нон-РП по правилам, да? Да, в правилах так прописано. Окей, он возле цемента может доставать оружие и гулять с ним спокойно, да. Это не будет общественное место. По правилам так написано. Хорошо. Но назвал по имени, не зная меня. НРП плюс 1.18 невыдачи наказания. Это ААНРП ТПФСИД. Еще раз напишем. Дальше я все это время пишу ему в чат админский, чтобы он пришел и выдал себе наказание в 10 минут. Понимаете, я в последнее время просто даже челам спамлю, чтобы они пришли и выдали себе 10 минут. Но если уж они не хотят этого делать, и у них есть эта возможность все равно, то они получают заслуженный админобосс. На протяжении всего этого времени с ним либо в админзоне стоял, или же в РП-зоне админ с ником Лапол228. Это, если не ошибаюсь, наборный администратор, который все это видел, слышал. И ему было абсолютно кристаллический похуй до пизды Рубинова поебать на все, что тут происходило. Хотя, по-хорошему, он мог бы просто, ну, якобы вмешаться, спросить, что произошло, и понять то, что чел не выдает себе наказание. Но ему это нахуй не нужно. Но подождите, к этому админу мы вернемся немного потом. А пока предлагаю немножечко раскачать анусы администраторов просто обычным баном за админобосс, который мне, по правилам, будет разрешен. Смотрите, прикол. Че, как дела? Удивление, наверное, да? Клоун ебаный. У нас за ДМ банят максимум. Ты че это делаешь вообще? Хэт админы. Хэт админы банят. Че делаешь? Ты не можешь выдавать и наказать? Эхидофрид, можешь помочь по жалобе, пожалуйста. Там очень спорный момент. Типа, прям... Ну не, я ж попросил нормально, ну выдай ты себе, блядь, 10 минут, сука. Ноу. Ну окей. Окей, блядь, без проблем. Шо он пишет, интересно? Ничего он не пишет, он писать не может. Затем они убеждаются, что мне реально можно так делать, потому что был куплен спецдонат, я могу наказывать админов за админские нарушения, разбирать свои жалобы, в которых я принимаю участие. Но тут происходит интересный поворот. Клоун на экране решил нажаловаться на то, что якобы недоработка в правилах, а именно. Он был забанен по правилу админобус 1.18. Запрещено не выдавать себе наказание на жалобе по решению администратора, если нарушение было подтверждено тем самым администратора. И вот он самый интересный момент на седьмой минуте этого ролика, а не на 50-й, 40-й, как это принято было раньше. Когда я раньше выдавал за админобус 1.18 баны, то я постоянно видел, что там написано «Запрещено не выдавать себе наказание на жалобе по решению администратора». И жалобой по факту даже считалось то, что админ сам тэпает нарушителя и объясняет ему нарушение. Но буквально сразу же после того, как он заплакал про то, что его забанили за 1.18, к этому правилу редактируется и добавляется жирным черным по белому, помимо жалоб, а также нон-РП разборки. По факту я действовал немножечко не в своей компетенции, потому что я запросил старую версию правил, но мне, ребят, поймите, было очень интересно, как выглядело конкретно это правило до и после редакта. Вот вы, наверное, посмотрели на эти правила, то, что я показал вам на экране, и не понимаете, в чем разница. А разницы нету никакой. Это просто добавили, чтобы чела по-быстрому разбанить, якобы списав на недоработку правил или же мою ошибку. Объясняю это тем, что я якобы не подавал жалобу через слэш-репорт, и ее никто не принял, чтобы описать нарушение этому челику, и чтобы он себя наказал. Даже несмотря на то, что мне можно разбирать эти ситуации, в которых я сам принимал участие. Не знаю, как вам, но мне просто кажется, что чел задефал таким образом знакомого ему человека. Якобы в 1.18 правиле не было уточнения про нон-РП разборки, потому что жалобы не было подано, и это якобы считается нон-РП разборкой. А вот теперь это вписано в правило, и поэтому наказание будет недействительное. Ну а я в свою очередь нашел одно интересное нарушение, которое называется багабус. Это запрет на использование багов или же недоработок сервера в любом их виде или же проявлении. Чувствуете концепцию? Чувствуете связь? Нет? А она тут есть. Чел использовал недоработку этого правила, чтобы избежать наказания, заставив якобы администратора отредактировать и сделать это нарушение недействительным. Представляете, как запарились люди, блядь, ради того, чтобы не сидеть 10 минут за нон-РП, не сидеть сутки за заслуженный админобус? Это просто пиздец. Но да ладно, это только начало. Это спецназа, да, вопрос. Нет, подожди. Секунду. Просто я сейчас пытаюсь сформулировать. Там, по идее, смотри, там выдается наказание, да, за то, что, типа, игрок пожаловался. То есть, если была жалоба конкретно, типа, вот это, знаешь, вот это слева тема, короче, жалоба. Вот. То есть, вот дается именно за это. У него и ДМА. Вот. Но, типа, я сейчас изменил, конечно, еще нон-РП разборки, но это не действует. Еще раз скажу, конкретно про то, что в ДМ-1-18 до этого момента был момент, то, что там конкретно только за жалобу. То есть, если именно была жалоба, и именно тогда он отказывался себе выдавать наказание. Сейчас я изменил это на нон-РП разборки, но тогда, когда ты забавил, это уже не действовали эти новые правила. Они действуют только сейчас. А тогда ты забавил по старым правилам. Так что у тебя, если так думать, здесь есть косяк. Понимаешь? Я донес для тебя информацию. Там у него есть спецанат, мне мурда отписал. Его, по факту, просил модератор тэпнуть. Или модераторов можно не слушать? Если модераторов можно не слушать, интересно получается. Короче, ничего он не нарушил. Ну, а почему он ничего не нарушил? Вот он нарушил нон-РП, его попросили наказать себя за нарушение. Конкретно из АА. Конкретно из АА он не нарушил то, что ему не выдали наказание. Он сам себе не выдал по запросу, по решению администратора, который подтвердил это. Он не нарушил этого. Там написано конкретно на жалобе. Но в прошлой версии файла ты не конкретизировал жирным шрифтом толком на жалобе. Я сейчас, я же сказал, я изменил. Ты сейчас изменил, а наказание выдано было до изменения. До изменения, да. Было написано на жалобе, я добавил, но на РП разборка готова. Конкретно у тебя тогда было нарушение, потому что это происходило не на жалобе. Хорошо, представим сервак без редакта этого правила. Есть правило, которое запрещает разбирать свои жалобы, но есть также исключения. Представим, что мы попадаем в это исключение и можем этим заниматься. Каким образом тогда разбирать свои жалобы, если ты толком поданную жалобу, вот свою же, сам принять не можешь. Это нужно, чтобы кто-то конкретно другой человек ее принимал и разбирал. Если доебываться прям по буквам, то никак. Абсолютно. Просто любой болван, который нарушил правила и не хочет выдавать себе наказание, будет кричать, чтобы вы писали жалобу и все. Хотя что с редактом, что без редакта, нормально правило работало и то, и другое. Теперь же дописали туда нон РП разборки, потому что вот был единичный случай без поданной жалобы, а с нон РП разборкой. Но я же могу, как администратор, отреагировать на нарушение без всяких жалоб. Я тебе говорю конкретно по правилам, по правилам, которые были прописаны вот минут 10 назад. То, что у тебя есть нарушение. У меня? А у него почему нету? Нет нарушения, потому что были прописаны правила так, что в этой ситуации он не понес, не должен был поднести нарушение за АА. Потому что, во-первых, там было написано то, что подтверждение нарушения на жалобе, а жалобы не было. И второе, это если выдавать что-то связанное с иерархией администрации, а ее не было, потому что у тебя скрыт ранг. То есть тебе относятся как к демодеру. Твои слова не буду ставить ни во что. Потому что ты донатный администратор первого ранга, можно сказать. Знаешь, то есть ты самая низшая часть иерархии. То есть, по сути, ты не имеешь контроль над просто администрацией и наборной администрации и тому подобное. То есть конкретно за АА правила такого не работает так. Вот что я тиск. На самом деле, мне всегда казалось, что вот это вот правило 1.18, то есть не выдача себе наказания за нарушение какое-то, это являлось таким бустом для низких привилегий, которые не имеют по факту контроля над высшими. Но все же, со стороны правил, они могут быть правы. Но тут демодераторы, это просто низшее звено. Демодераторы на этом серваке улыбнулись? Ну так, человек нарушил правила. Я не могу его попросить тэпнуться объяснить нарушение, чтобы он выдал себе наказание или что? Я тебе объяснил, мы сейчас идем по кругу третий раз. Я тебе уже все объяснил, мне тебе нечего больше сказать. Но я не понимаю то, как ты объясняешь. Ты говоришь, что по факту модер здесь не может ничего абсолютно сделать, и он должен игнорировать нарушение. Тебе все объяснили несколько раз. Но ты же просто... Ты же просто отрядачил только что правило, и теперь добавил на НРП разборки, и теперь говоришь, что только вот с этого момента это действительно. Чтобы это было правильно, потому что и сейчас мы это заметили. Да, сейчас мне отписали, и я исправил этот недочет в правилах. Ну так, недочет в правилах у вас, а почему-то... Ну, имеется в виду, смотри, если он... Так и что, он получается, получает просто так разбан, и я дальше иду по своим делам, или что? Ну, вообще, по идее, 100 лоботей выдают касание, но все-таки нет. Все-таки разобрались в этом правилах, здесь есть недочет. То есть, бан без причины, конкретно забудут ТД. Вот. Так. И сети описывают, там набирать надо правила, перечитывать, обдумывать, все-таки не надо. Поэтому просто разойдемся на этой носе и все. Меня трогать нельзя. Чтобы не было банов, окей, свой вот какой-то норп или что, он там забанен, он же отсидел на жалобе, здесь стояли, общались. А человек, кстати, багапуст, по факту, нарушил недоработки правила сервера, вот так вот использовал, чтобы бан просто снять с себя. Кого что? Ну, вот человек воспользовался недоработанными правилами. Так я по правилам. Который ты только что переписал, и избежал по факту сутки разбираться. Почему здесь все сейчас ляжет, поэтому все расходимся. А, ты ответить не можешь, потому что ты не поймешь, как правило, даже в этом проблеме. Я тоже все ответил, я не хочу, что-то нечего, что-то нечего. Нечего ответить, и все, ты просто сразу идешь по своим делам. Нет, все, давай, короче, до свидания, удачи. Отмазать, и все. Я сказал, как есть, и тисксал. Да ты просто отмазал, как есть, ты даже 11, не отредачил, чтобы нон-рп разборки там дописать. Ты отредачил правила, которое нужно было, чтобы вот отмазать, и все. Разбор своих жалоб. Если ты так хорошо следишь за правами, допиши туда нон-рп разборки. Я дописал в нужное место нон-рп разборки. Ну, то есть, получается, тогда каким образом мне разбирать ситуацию с нарушением, если по факту он сможет себя не наказывать. Я изменил конкретно. Человека просят выдать себе наказание, он не выдает и уходит без жалоб. Но администратор видел нарушение и попросил вот это. У него не будет наказания тогда, по-твоему? Я не буду пятый раз это объяснять. А это не пятый раз. Я тебя сейчас в первый раз об этом спрашиваю. Ты на это не можешь никак ответить, потому что ты не поймешь, как это сделать. Я ему написал, он проснулся. Хочешь, чувствуй свое превосходство надо мной. Не превосходство, а ты просто не хочешь отвечать на это, потому что ты не знаешь, как на это ответить. Я тебе ответил уже все, что надо. Я просто не хочу, у меня нет времени, у меня вообще есть, ну, как бы. Там еще более важное дело, чем у вас сейчас на данный момент. Какое важное дело? Записать 1.18 правильно или что? Это конфиденциально. А он теперь прописал, понимаешь, таким образом, что нельзя нормально человека наказать без жалоб. Либо брать... Поступила на жалоб. Подожди, вот так вот делать. Типа, если ты вот увидел у него нарушение, ты пошел в админ-зон и говоришь. У тебя такое-такое-такое нарушение. Вот. Нельзя жалобу. А ты именно просишь, чтобы он себе выдал, то есть ты его не можешь забанить. Закрой, закрой, это тест был. Нельзя, понимаешь, подать жалобу. Нельзя подать жалобу и самому ее принять. Хотя, получается, это... Разбирать свои жалобы нельзя по правилу. Выше headadmin+. Я понял. Посмотри, ты его когда тэпл говорил выдать ему себе наказание, ты его не мог сам заблокировать? Обязательно надо было, чтобы он себе выдал. У меня туда не получалось. Надо было просто на сервере, кажется, перезайти. Он допишет, он допишет, просто говорю, неформально, грубо говоря, если не прикапываться к буковке, к буковке, то вот, собственно, твоя ситуация, это считалось как разбор жалобы. То есть... А сейчас, если прикопаться, ну то это нонахп разборка. А вот в том-то и дело, почему ко мне прикапываются, а я нет? Нет, подожди, стоп. Ну то есть это недоработка правил. Подожди, а в чем тогда разница? Недоработка правил. Если прикопаться формально, то есть, стойте, стойте, стойте. Ребята, это же... Вот, я ничего не хочу утверждать, но это разве недоработка правил? Не, недоработка разве? Ну, это, говорю, если буковка в буковке, то это фактически недоработка. Ну, а то есть по факту, кто к чему они прикопались? Ну, они прикопались, да? Ну, я говорю, в обычной бы, наверное, ситуации, ну, ничего бы не было. Но они прикопались, правильно? Ну, видишь, сейчас добавили, видишь, поменяли. Да забей, там уже дописывают нонахп разборки, чтобы вот таких ситуаций не было, да и все. Ну, то есть человек докопался, основываясь на недоработках правил. То, что вот, тут не прописано было, что это нонахп разборка. Если как буковка в буковке, то получается правота на стороне фрейма. Но если не прикапываться ими, считать, как обычно, то, ну, правота на твоей стороне. А если вот так фактически имеется в виду, как я говорю, к чему фрейм и клонил, то, ну, ты не прав. А так, ну, прав был бы. Но в таком, говорю, случае это будет считаться багабузом, потому что это недоработка в правилах, чтобы избежать наказания. А вот так вот докопаться до недоработки, то, что это не нонарп разборка и не жалоба. И вон, а вообще, вон, не пофиг, что он тут отсидел. Закрой ебало. Вот, так это не будет багабузом или будет? Че, не получается? Я, конечно, извиняюсь, о чем разница между нонарп разборкой и жалобой? Ни в чем, просто человек выгородил. Фактически нет, фактически просто не пробовал больше. Нет, вообще, просто считали нонарп разборку как за свою жалобу. То есть, там, тебя убили, допустим, в рп-процессе, ты пошел разбираться, считалось как жалоба. А на деле это нонарп разборка. Можешь тебе выдать? Ну, а я же спрашиваю, вот так вот докопаться до буков, то, что это нонарп разборка, а не жалоба, чтобы чисто избежать наказания в один день бана. Это разве не багабуз, не абуз недоработки правил, к примеру? Слышь, я что-то прикольно не понял, иди-ка сюда. Лопаль, можешь ответить, не? Ага. Ты че, ебать? Вот так вот и стой, базарь, блядь. Все. В общем, ответь, это не багабуз или багабуз? Конечно, надо будет правила поставить, потому что я прям, я все тут не запомнил. Да я ж тебе говорю, это вот, недоработка в правилах найдена была. И чтобы вот эту недоработку заабузить, он докопался до этой мелочи, то, что это не нонарп разборка. Да у него багабуз. Хорошо, я подаю жалобу, и после этого, получается, вот давай, ты тогда, раз ты ее так вот уже решил, давай. Поступила новая жалоба. Окей, давай. Я так и не понял, чему надо было от меня. Он пришел, нарушил тут же 1.2 админобуза, неадекватно себя вел в нонарп моде, то есть он меня берет физганом, да, будучи в рп профессии, но находится по факту в нонарп моде и в нонарп зоне. Начинает как-то странно диалог с нахуй ты войс мод юзаешь, потом удивляется такой же ответной реакцией. Блядь, дарк рп во всей красе. Да все, не зацикливайся на этом, но не получилось, с пацанами бывает такое, все, успокойся. Так, все, пришел, оказывается, он тут вон убрал вообще, но, оказывается, это будет считаться бакабузом, там просто, по-моему, раньше отдельно вообще фулплин был. В смысле? Насчет недоработки. Ну вот человек, чтобы избежать бана за невыдачу себе наказания, докопался до мелочи, то что нонарп разборка или же жалоба, причем ради этого разбана отредачили только одно связанное правило, а не два или три. Жалоба это репорт. Я рассматриваю жалобу сейчас. И, получается, докопались до этого, и вследствие чего сняли ему бан на сутки за невыдачу наказания. Невыдача по факту была, он прямо сказал об этом, бан в итоге он не получил на суд. А это что было? Это была недоработка в правилах, о которой он сам и пожаловался. Но чисто, чтобы бан сняли, он пожаловался только вот на вот эту ситуацию с этим правилом. А другие, видимо, не захотели никто редачить. У тебя Бакабус, получается, выходит. Один день снова. Ну, я решил вопрос, короче. Что происходит в ситуации, видите? Человек Бакабус нарушил. Написано про сервер, а не про правила. Бакабус, мне вообще не прикапывался, я ему просто разбам, потом... А на НРП он что, по приколу сидел? Нет, 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 ну по факту, по факту. На НРП нет, у него было. Он его не отсиживал до конца, потому что, опять же, его задаем, забанили. Погодь, я гляну. Которую ты опять отдэфал. Вот, я же его разбанил на время, когда тебя тэппл. Интересно звучит фраза «опять отдэфал его», как будто он его уже не первый раз выгораживает. А что он вообще нарушил? Ну смотри, короче, я точно не знаю, точно не понимаю. Блядь, он вот даже... Он НРП возле цемента нарушил. Вот. Получается, он пошел разбирать, типа вот жалобы, типа... Это кто, блядь? Ээээ? Я не знаю. Мурда пишет, потому что у него тут права есть дублированные откуда-то. Да. Да, если чё, через консоль откинем и всё. Что это за хуесос? Я ему сейчас первому въебу. Угроза наказанием, плюс оскорбление, плюс неадекватное поведение в НРП-моде и в НРП-зоне. Да я думал, что это твоя девушка, если честно. Потому что, типа, Вики, а у тебя Вики и... Этот ролик вряд ли бы был таким интересным, если бы не этот диалог. Тут высшие просто администраторы договариваются о том, что, ну ладно, пусть ему выдадут один день, но я ему на балик просто закину разбан, чтобы он разбанился и пошёл дальше играть. Бля, я не понимаю, за что так дефают, долбоёбов. А ты, я что-то писал за шоу? Пиздец, надо на счёт дам. Я же не понял. Не понял, что, сука. Да, ну, блядь, пей, 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 что-то. Просто, если фактически читать, то... Могут я живёте на одном соценивают. Я просто... Побыстрее, чтобы эта дискуссия не завязывать, ничего. Чтобы хорошенькими, миленькими остаться просто, вот... вот просто собака бусы могла сладится не трогай нахуй все кого сладится его и не трогаю и значит не трогай его блять я его не трогано если всеобщее нижнее подчеркивание 0 нет и сладится два менеджера против тебя это конф чтобы решить конфликт и посмотреть что будет потому что продолжать его не надо два менеджера против тебя напомню какая разница это верное действие будет это правильно нет я тебе тоже сказал блять если они продолжат что или по тот либо тот либо оба будут сняты вики блять кто это блять бакабус у тебя все согласись с этим а он ему денег блять даст короче ты его разбанил что ли затем он получает бан за бакабус и лопалит помогает ему разбанится как он и говорил самое охуенное это то что меня в тот момент еще не спалили не было ни единого подозрения что это конкретно я сижу и снимаю видео но если бы узнали то по-любому бы уже все давно разлетели всех бы растащили и пошли бы играть спокойно лишь бы этого не было потому что в их глазах я был по факту челом каким-то супер донатом который якобы либо не знают правил либо еще какая-то хуйня но они были уверены что никто ничего не снимает вот он самый настоящий явный и очевидный плюс того что тебя не спалили на dark rp так это то что ты можешь записать абсолютно все говно что вытворяют люди на этих серверах любое неадекватное поведение какие-то фразы непонятные мувы типа дефа какого-то явного нарушителя причем не первый раз как это вы слышали но да ладно этому долбоебу дали разбан и каким образом он этим шансом воспользовался они начали вдвоем ебланить войс чате в текстовом чате оскорблять с помощью текст скринов при условии того что я абсолютно ничего такого не говорю ни в текстовый не в войс чат то есть понимаете насколько апгрейд произошел я могу стоять в афк и все равно уже челы что-то донарушать это просто пиздец были времена да и сейчас есть когда использую всякие байты rp процессы и прочее чтобы что-либо сделать интересное в плане контента или же вытащить какое-то нарушение а тут ты челов даже не подталкиваешь к этому они сами это делают ты буквально стоишь в админ зоне ничего не делая не разбирая жалобы просто стоишь наблюдаешь за тем что они делают а они сами сходятся на говно именно поэтому предлагаю вам принять одну такую базированную базу подобные ребята которые появляются в роликах считаются незаконно рожденными детьми шлюх а теперь перейдем ко второму гидроцефалу который тоже нарушил правила угроза наказания это факт был этим не буду вас при фрейме какой пиздац и не въебешь хуесосом назвал как присутствовать эти хуесосом ты говорил что это за хуесос я ему сейчас перму в где я тебе это сказал или когда мы с фреймом отлетали вот ты фрейму променила я себя не оставлял нет ты промежите лимончики ну и твоего ну это и бать два часа забанить не получилось все обозлился пиздец что глухой да говно у тебя потому что аишка нормальная я не знаю что-то ущемился так конченый долбоёк ха 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 клаун и вот тут еще одно небольшое объяснение дело в том что этот чел оказывается он умеет думать и он подумал что я это создатель который зашел с твинка и он принялся оскорблять напрямую создателя сервера гениальный дарк рп долбоёбы прямо на ваших экранах это сразу же перманентный бан абсолютно я сидел на связи с создателем кстати он просто был в ахуе с того что происходит создатель в ахуе уже ты нарушил право как раз оскорблять создателя глупый что я даже стоя да да создатель конечно ты понимаешь насколько ты глупы что я даже стоя ничего не делая абсолютно я даже ничего не делая просто стоя в воздухе делаю так что ты нарушаешь правила и ты думаешь что я создатель это насколько надо быть глупым да нет тогда иван золо умный раз ты так думаешь ты давай давай побесить кефа зачем ну серьезно это вот так вот он благодарностью платит людям которые ему денег на баланс дают чтобы он разбанился за богобуд табля уже видно что мурда поступила новая жалоба да нет это просто спектейтсом опровергни и опровергать что-то что опровергать ты же не человек порят опровергают что-то по отношению к людям в спорах а ты не человек я удивлен же меня нахуй не палят блять тоже мурда или кто блять я так и не меня нет 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 чё ты хочешь тебя бы в помойку ты ебала да закрой розетка я думал да тебе или ты не понимаешь кому говорили это в меня меня в помойку давай расскажи он просто схуяли я просто не помню чтобы у меня с тобой какие-то вопросы были или же конфликты к нам скучно какой-то маленький сидишь тут союшка нормальный голос рассказать а ты спали свой нормальный голос или что у нас . на очко подсел ну даже если так то какого вообще-то ебала открываешь в помойку меня мне просто интересно ты не знаешь не ситуация начала нормального человека а у нормальный человек ты не ситуация от начала до конца не знаешь ничего даже более ты приходишь открываешь ебалу у тебя на час этого нет и давай-давай-давай поплачь поплачь давай или все же сам плачешь сейчас пришел ты стоишь тут вынюхиваешь постоянно что происходит ты бы реально лучше бы работать шел пять минут жалоба не разобранная какого хуя ты что говоришь что что говоришь давай аишку выруби а то я не понимаю концу китайцы вытащи хуй уже из ушей господи меня нормально прекрасно слышно арая ты слышишь что я говорю на русском языке говоришь нет а тогда какого хуя ты мне отвечаешь на вопрос безголовый а у потому что потому что же ты боишься голос показать опять скажешь боже блять вот это да так понятно тебе не больше 12 лет за иди нахуй у тебя не больше 12 аки по сравнению с тобой иван зола гений которые открыть я делаю каждый день что я скажу не знаю ты сюда пришел что-то мне рассказывать в помойку меня 12 лет ночи давай веке по чесноку ты сервером ничего не делал вот что потом могу сделать это вопрос я сначала думал что ты блять сервер как-то через бакдур взломал так что прошу прощения за оскорбление и просто пойми человек просто не откуда блять так берется нахуй и он блять срут правами я в ахуе сидел клоун клоун говорю ты я не клоун ты клоун я чисто пимпочку красную на нос прилепит на клеить давай прикреплю вставай тебе говорю я да тут причем я сидел тут минут 20 уже или 30 развлекаешь такой же как и выдает кефа который у тебя кстати админа бус выходит и неадекватное поведение в админ процессе вообще куку алло как дела сначала он не понимает кто тут занимается самоуправством с такой вот админкой и ведет себя как конченное животное в принципе если вот от этого отталкивается это его обычное поведение но потом его вдруг осенило и он понял что это я снимаю видео и вдруг сразу же модель поведения меняется на крутого жесткого токсика который хочет посоревноваться в оскорблениях как жаль что мне это нахуй не интересно помните вот этот вот тип не до людей которых я показывал в роликах я их намеренно не вставляю видосы потому что они либо специально нарушают ради того чтобы в ролик попасть либо по уебански просто себя ведут с такой же целью в итоге он да получил наказание варны и так далее но об этом чуть попозже после этого мы решили пойти в дискорд там сидела вся вышка в том числе и создатель сервера в том числе тот кто сидел смотрел за правилами мы посидели почекали все фрагменты где он обосрался хотя он очень пытался доказать обратное но в итоге единственное что он смог сделать это на каждый аргумент сидеть и просто говорить что ты тупой ты можешь быть тупой и все в таком духе ничего интересного абсолютно не заурядный сын бляди правда а ну еще он очень не любит медиа партнеров тех кто снимает видео он их просто блять ненавидит потому что у них есть все для съемки ролика и ты им якобы ничего не можешь сделать хотя ему уже все говорят что я ничего такого плохого никому не сделал в общем это собирательный образ дарк рп сына шлюхи который ничего не может сказать по факту и лишь пытается что-то там посоревноваться в оскорблении затем банит себя пермачом обижена потому что его никто не поддержал из администрации судя по всему что происходило в ролике у меня такое впечатление что ничего им за это не будет и они через сутки двое будут снова играть на сервере как ни в чем не бывало